Время для новостей Донбасса В Краматорске сокращают подачу холодной воды. Коммунальщики намерены подавать ее по часам. Причина – миллионные долги населения. Те, кто платит исправно, возмущены. Что делают местные власти, чтобы исправить ситуацию, узнавал Алексей Куделя. В Краматорске, который уже много лет без горячей воды, теперь и холодную будут подавать по графику. Всего несколько часов утром и вечером. Все из-за долгов. Горожане возмущены. А почему кто платит, должен страдать, ребят? Ну мы же платим, пенсионеры мы платим. Молодые ребята, я тоже понимаю, молодые семьи, что часто задерживают зарплату. Я не одобриваю это ни в коем случае. В Горводоканале поясняют, население им задолжало 40 миллионов гривен. Самому предприятию необходимо вернуть 20 миллионов компаний «Вода Донбасса». Те, в свою очередь, в долгу перед энергетиками. Чтобы вода подавалась круглосуточно, городу необходимо погасить хотя бы половину задолженности. И в Донецкой области Краматорск не единственный город с такой проблемой. А на сегодняшний в Артемовске, в Покровске вы можете узнать там та же самая ситуация. Тоже сокращение воды, тоже перебой водообеспечения происходит. И это, насколько мы обладаем информацией, это не только Донецкая, но и Луганская область. Сегодня идут переговоры, сегодня пытаемся найти общий язык относительно восстановления подачи воды. Если уменьшается объем воды, насосные и фильтровальные станции не смогут работать, говорят инженеры. Поэтому для наполнения резервуара вводят график с 5 до 10 часов утра и с 17 до 22 часов вечера. В областном департаменте ЖКХ такие меры называют преждевременными. Это не отвечает действительности, я вам хочу сказать. Все справляется. Ну, это может, скажем, сокращение воды на 13-14% может привести до какого-то снижения тиска в водопроводных, так сказать, мережах. Ну, то бишь, вода будет идти с меньшим напором, так бы я сказала. А совсем отключать, я бы назвала это шантаж. Возобновление бесперебойной подачи воды сегодня обсуждал с губернатором мэр Краматорска Андрей Панков, пообещал Павлу Жебрискому, что город погасит половину долга. Полтора миллиона мы выделяем 22 числа на сессию городского совета. Я хочу попросить, чтобы он включился в этот процесс переговоров город и вода Донбасса и вместе с нами дал гарантии того, что на сессии эти деньги будут выделены. Мы профинансируем недостающие 10%, из-за которых сократили город поставки на 15% воды. Ближе к вечеру чиновники все же договорились и в горсовете нам подтвердили, что объемы подачи воды на город восстановят в ближайшие дни, а почасовое водоснабжение в Краматорске отменят. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, телеканал Донбасс. Полтысячи человек на маршрутку в Покровске решили пересчитать пассажиров. Таким образом, городские власти выясняют, обосновано ли желание перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Как проходит рейсовый мониторинг, видели наши корреспонденты. Впереди два человека, четыре, пять, шесть, семь человек всего в автобусе. С утра и до вечера инспектор Наталья Нестеренко с напарницей уже неделю пересчитывают пассажиров в Покровских маршрутках. Данные общественники записывают в специальные бланки. Едем до конечного его пункта остановки, пересчитываем всех входящих пассажиров, льготников, суммируем, а потом передаем все в Исполком. Цель таких рейдов будет ли обоснована повышение тарифов на проезд в нашем городе Покровске. Изучив пассажиропоток, в Исполкоме надеются подсчитать рентабельность маршрутов. Если их признают убыточными для перевозчиков, тогда подорожание проезда не избежать. К нам обратились перевозчики, исполнительный комитет, чтобы повысить на одну гривну проезд в городском транспорте. Для того, чтобы его повысить или оставить на прежнем уровне, нужно основание. Сейчас мы это мониторим до 10 ноября. Это все будет закончено. Виктор за рулем автобуса больше 30 лет. После повышения стоимости проезда в Покровских маршрутках, надеется на повышение своей зарплаты. 3000 в месяц. Это было бы много или мало, как вы считаете. В принципе, у людей уже больше, чем у меня зарплата. Поэтому, естественно, надо повышать. Я думаю, что лучше машины не станут от этого, но зарплата у водителя станет немножко больше. Сейчас в Покровске 12 маршрутов. Большинство из них убыточных, уверяют перевозчики. Сами пассажиры к повышению стоимости проезда в городском транспорте относятся по-разному. Расстояния не те. Старому человеку проехать километр, заплатить 4 гривны, они того не стоят. Мне кажется, 1 гривна это немного. Сейчас проезд в Покровских маршрутках стоит 3 гривны. Платить ли горожанам на гривну больше, местные чиновники решат через 2 недели. Ольга Слаомяна, телеканал Донбасс. Опасная остановка после субботней трагедии в столице, когда маршрутка насмерть сбила двух пассажиров, которые только что вышли из троллейбуса. Наши корреспонденты решили выяснить, можно ли себя обезопасить, ожидая транспорт. И в чем проблема? В водителях или все-таки в необорудованных местах для остановок? Это остановка в столице, где в выходные маршрутка сбила людей. Виноват ли водитель и насколько безопасно здесь стоять? Просим оценить автоэксперта Леонида Шубина. Люди не должны ховаться от транспорта. Транспорт должен ездить там, где он должен ездить. И люди, которые ругают этим транспортом, должны обеспечить безопасность своих пассажиров при посадке, высят и в час рук. По словам Леонида, проблема не в остановке, а в перевозчиках. Незосчастная маршрутка выехала в первый ряд прямо перед троллейбусом. Пока такое происходит на дорогах, нужно запомнить, где встать, чтобы не травмироваться. Тут безопасно процентов на 99,9. А там уже небезопасно, потому что там, я вам говорю, что там люди не просто подъезжают. С какой скоростью нужно было ехать, чтобы в первый ряд проскочить. Это не остановиться, это проскочить. В идеале на каждой остановке нужно установить препятствия для автомобилей в виде столбика. В столице такие есть разве что в центре. А эти люди рискуют еще и потому, что ждут автобус слишком близко к проезжей части. Да небезопасно, потому что даже троллейбус подъедет, у троллейбуса на 30-40 сантиметров зеркало выступает. Он его по голове зеркалом даст и все. Любовь признается, всегда так ожидает транспорт. Советуем отойти вглубь остановки хотя бы на метр отказывается. А вы чего? Где там, где небезопасно? Я уже не могу, у меня маршрутка, я записываюсь на маршрутку, я уже не знаю, что мне делать. А если вы тут вот так встанете, она быстрее прийдет или нет? Быстрее. Еще одна ошибка, которая может стоить вам жизни или здоровья – выглядывать автобус. А что человек хочет увидеть? Если она увидела, то это что-то ей… То есть безопасно? Конечно, небезопасно. Туда выходить совсем не нужно. Также не стоит выскакивать из маршрутки посреди дороги. Стефания говорит, выходит там, где останавливают. Бывало, даже перебегала по лосу. При этом никогда не требовала, чтобы ее подвезли к остановке. Не знаю, что есть так. Что есть так. Может, стесняешься. Может, мало чего. Однако стесняться в этом вопросе крайне безрассудно отмечает эксперт. Право пассажира настаивать, чтобы его подвезли к остановке. Наталья Малерчук, Данила Городецкий. Специально для телеканала «Донбасс». Она часто задыхается и теряет сознание. 11-летняя Диана из Торецка страдает от болезненных приступов. Девочке необходимо дорогостоящее обследование в столице. А денег в семье не хватает даже на продукты. Ведь прокормить нужно семерых детей. Историю продолжат наши корреспонденты. Ей нужно лечение. Виктория – одинокая мама. Воспитывает двух дочерей. Трагедия со старшей случилась весной. Диана получила травму головы в школе. Палы были мокрые. Получается, что подскользнулась. У меня везде с чем болело. Я умерла в больницу, у меня пластырь был и швы. Уже полгода девочка живет от приступа к приступу. Из-за этого часто оказывается в больнице. На улице кто-то обидел. Что-то плохое сказал. То есть оно начинает нервничать. И оно начинает там вздыхаться. Диане противопоказано любое волнение. Но о спокойной жизни в Торецке остается только мечтать. Меньшей внучке, когда было ей, считай, три года. Бабушка, прячься, прячься бегом. Потому что сейчас снаряд будет лететь. Девочка живет с мамой, с сестрой и бабушкой. В семье еще четверо детей под опекой. Я сначала сомневалась чуть-чуть. Я знаю, как у меня много в семье всегда было. Но знала, что я справлюсь, я взяла их. Пенсионерка Любовь Яковлевна оформила опекунство, когда узнала о тяжелой судьбе детей. Их мать в тюрьме. Диана подружилась с ребятами, когда вместе играют или читают книжку, и она забывает о болезни. Жили-были, тести, папа. Другой раз ложатся на кровати, гладят руки. Бабушка, ты нас никому не отдашь. Я говорю, нет, никому не отдам. Живут на социальные выплаты. Много денег уходит на медикаменты для Дианы. Что остается? На продукты. Сейчас надо закуплять картошку. Мне денег на картошку нет. Семье из Торецка помогает гуманитарный штаб Рината Ахметова. Продуктовые наборы волонтеры привозят в город регулярно. Каждый раз помощь здесь получают более двух тысяч человек. Спасибо Ринату Ахметову за его помощь. Потому что сейчас вот эти продукты очень-очень помогают выживать в это трудное время. Гуманитарный штаб уже четвертый год раздает продуктовые наборы самым нуждающимся мирным жителям Донбасса. Волонтеры посетили более 700 населенных пунктов вдоль линии разграничения. За время работы штаба Ахметова выдано почти 12 миллионов наборов выживания. Инна Желенко, Ростислав Сысоя, Владимир Конопля для телеканала Донбасс. Итоги конкурса. Город своими руками представили в Дружковке. Здесь благодаря финансовой поддержке компании Веско реализовали четыре проекта в сфере образования. Их разработали сами горожане. Общая сумма грантов 450 тысяч гривен. Проект «Город своими руками» в этом году в Дружковке реализуется впервые. Участниками стали сами жители. Они писали и защищали проекты, чтобы получить грант от компании Веско. Победителем стал учебно-воспитательный комплекс номер 4. Вместо старой учебной комнаты теперь здесь класс-трансформер. Все расходы на ремонт, закупку планшетов, компьютера, проектора и удобные современные кресла взяла на себя компания Веско. Подписание акта приема передачи ученики приветствуют аплодисментами. С метапроекта составила 150 тысяч гривен. Утром в новом кабинете будут проходить школьные уроки, а во второй половине дня это пространство для творчества, дружеских посиделок и обсуждения новых идей. Дуже вдячны компании Веско за то, что они не байдужи до того, что взагалі відбувається в нашому селищі. Взагалі відбувається у маленьких школах, взагалі відбувається у школах і в організаціях. Всего на конкурс «Город своими руками» были представлены 14 проектов. Победителей определяли общегородським голосованием. Призовой фонд составил 450 тысяч гривен. Основной целью проекта все-таки було розвитие іниціативи містних жителів. І щоб жителі поняли, що від них теж зависить багато в реалізації тех правильних, нужних ідей, які потрібні для громады. Один із победителей – проект 12-й школи «Здесь» компанія Веско оборудовала медіа-центр для юних журналистів. А теперь в распоряжении школьників – професіональна фотокамера со штативом і светом, принтер для печати газету, микрофон, комп'ютер і телевізор. Компанія Веско больші молодці, що підтримують іниціативи, тому що шкільний масмеді – це дуже недооціненна частина медіа-цфера, яка – це най-низ, де починають формуватися навыки будучих журналистів, будучих телевізорів, операторів. Праздники в Дружковській городській школі «Искусств». Музыканты тоже в числе победителей конкурса «Город своими руками». Благодаря поддержці Веско теперь у юних талантов нове музыкальное оборудование – микрофон, компьютер, професіональний пульт і светотехніка. Власне местного технікуму в рамках проекта «Город своими руками» появилась новая зона отдыха. В компании Веско не скрывают, в этом году конкурс проектов удался. Уже строят планы на следующий, 2018-й. В целом, данный проект – не единственная іниціатива компании в программе социального развития регіона, присутствие глинодобуваючих предприятий. Веско ежегодно Веско инвестирует в развитие сферы образования, здравоохранения, инфраструктуры Дружковки, Славянского, Добропольского і Константиновського районів – більше 1,5 млн грн. Алексей Куделя, Игорь Монастырёв, Телеканал «Донбасс». На этом прощаюсь. Увидимся во время новостей Донбасса. Берегите себе і, конечно же, близких. Донбасса.